В Мясе участились случаи кражи баков садовых участков. С наступлением теплой погоды горожане чаще стали посещать свои дачи, а вот то, что они обнаруживают на месте садоводов, совсем не радует. За 20 лет существования сада «Северный-1» впервые в этом году с территории кооператива было выведено рекордное количество емкостей – почти полсотни баков. Фигурант по уголовному делу уже найден и дает признательные показания. Место для исполнения авантюрного плана – самое что ни на есть идеальное – 300 садовых участков, без охраны хозяев и грозных собак. Бери бочку побольше, да бак потяжелее, дороже заплатят. Я тут каждую субботу-воскресенье бываю и частенько видел, что исчезаю. У меня у самого две железные бочки ушло. За дождевые емкости из стали в пунктах приема дают от 100 до 1000 рублей, принимают по весу. Садовод уже установка такой бочки на участке обойдется до 15 тысяч. Оперативным путем вышли на человека, который совершил данное преступление. В настоящий момент ему вменяют порядка 35 эпизодов. Увозил на автомобиле «Газель». Так как в пунктах приема металла запрещено принимать баки, люки и все остальное, тому подобное, у них там перечень определенный есть, то баки он разрезал и привозил уже туда листами. На допросе задержанный признался, таким необычным способом расплачивался за кредит, а банковский заем взял для того, чтобы отдать деньги пострадавшему, которых два года назад умыкнул с могил родственников металлические оградки. Вот такая плетистая авантюра. От вора пострадали около 40 садоводов. Дело корыстного мясца готовят передать в суд, а заявления от пострадавших продолжают поступать до сих пор. Игорь Коблуков, Александр Лядов. Программа «24 мяс». Продолжение следует...